Доброго времени суток! Сегодня я хочу записать этот подкаст именно для тебя, для того, кому учить английский интересно, но кто-то вечно ставит палки в колеса. Как можно заметить, тут я позволю себе перейти на «ты», потому что ученикам не нравится, когда я с ними на «вы». Кстати, меня зовут Косарева Алла, и я учитель и репетитор английского языка, и это мой подкаст в рамках моего цифрового кабинета Basic English. На самом деле, сложно будет назвать сегодняшнюю запись подкастом. Все-таки подкасты — это штука информирующая, обогащающая, развлекающая, а то, что я хочу сегодня сказать, скорее штука поддерживающая. Пусть это будет чем-то типа совета, напоминания, если учить английский вроде хочется, но из-за чего-то, или, может быть, из-за кого-то, это желание отпадает, и ты мечешься между изучать и просто забыть это все. Как ты понимаешь, учить английский можно в разном возрасте, но сегодня я буду обращаться в большей степени именно к ученикам, которые сейчас проходят обучение именно в школе. Ну и другим, конечно, слушать мою запись я не смею запрещать. Тут для каждого найдется что-то полезное и нужное. Да даже если и нет, то это тоже нормально. Как говорится, let it be. И вот ты сейчас в школе. Куча разных предметов. Может быть, какие-то уже контрольные во всю, экзамены, в ЭПР и так далее, которые спешат перетянуть на себя одеяло твоего внимания. А ведь так хочется чувствовать легкость, отдыхать или хотя бы не испытывать этот постоянный стресс из-за необходимости соответствия каким-то требованиям и ожиданиям. Но среди всей этой мешанины английский для тебя может быть сейчас особенным языком. Не таким, как остальные, и тем более не таким, как остальные предметы в школе. Может быть, тебе действительно интересно изучать этот язык. Ну, либо английский хотя бы тебя не отталкивает, но почему-то и не очень интересен, чтобы нырнуть с головой. А скорее всего, это происходит потому, что тебе кажется, что будто есть что-то извне, что не позволяет погрузиться в него так, как ты мог бы на самом деле. Оттого и внутри что-то начинает отталкивать и сопротивляться знанию. И, возможно, ты сейчас пытаешься понять, в чем дело, и у тебя не получается. Или, может, все-таки приходишь к выводу, что во всем виноват именно школьный учитель. Он задает скучные механические тестовые задания, неинтересно объясняет или ведет себя порой крайне странно. Ну, например, занижает оценки без каких-либо на то причин, язвит, грубит или злится, если узнал, что ты работаешь дополнительно с репетитором. Ну, и тут, конечно, можно написать кучу разных из других причин. К сожалению, это происходит. Но знаешь, к счастью, что не со всеми. Именно об этом я хочу тебе сегодня рассказать и попытаться показать тебе то, как можно смотреть на подобные случаи более экологично и так, чтобы не ходить пустым. Я не психолог. Я учитель. И да, кто не в курсе, я ни дня не проработала в оффлайн-школе учителем английского, но, поверьте, мой опыт работы и наблюдательность не мешает давать цены и дельные советы, которые могут помочь почувствовать себя чуть легче. Ну, просто поверьте, если удастся. О, да, вот такая я. На свой страх и риск позволю высказать пару фраз, которые я лично считаю важными и нужными сказать для учеников. Кто-то этого не знает, кто-то специально не говорит, а я буду в ряду тех, кто озвучит таки эту тему. Может, кому-то покажется, что я раскрываю какие-то тайные-тайные или секретные секреты, но мне так не кажется. Просто расскажу свои мысли по этому поводу. Возможно, я чего-то не смогу досказать, точно сформулировать или показать какие-то грани данной проблемы. Но что поделать, прошу понять и простить. И вообще-то критическое мышление – это штука полезная, правда? Итак, вернемся к теме разговора. Отчасти это все, конечно, относится и конкретно к некоторым моим ученикам, так как я знаю их реальные кейсы, но я уверена, что кто-то найдет подсказку для себя, хоть мы и совершенно незнакомы. Обрати внимание, я сейчас говорю именно для тех, у кого есть хоть какая-то расположенность и настрой к пониманию изучению языка. А кому-то это может вообще не нравиться, просто вот потому, без каких-либо особых сильных причин. Непонятно, например, зачем учить и тому подобное. Но тогда, конечно, эта запись точно не для таких. Скорее всего, в таком случае вы сами себе придумаете дополнительно тысячу оправданий, и любой суперхороший учитель будет превращаться по вашему велению в воображении, психике просто изначально в плохого. Вот что бы он ни делал, все будет плохо. Потому что у вас будет у самих такой негативный настрой. Хотя, на самом деле, это тоже интересный момент. А откуда возникает такое категоричное отрицание, например, того же самого английского? Ну, мне уже кажется, все-таки это уже другая история и другое обсуждение. Да, иногда так случается, что на пути изучения английского возникают сложности с учителями. Из этого пропадает все желание учить предмет. Почему? Ну, в конечном счете, мне кажется, это сводится, скорее всего, к тому, что у нас есть четкая связь английского с каким-то конкретным учителем, который преподавал в нашей жизни. Как бы возникает связь или математическая формула, что знание английского равно. И вот прямо здесь после знака равно ты можешь вспомнить именно самого своего нелюбимого учителя английского, который попил немало твоей крови и истрепал все нервы. И порой так сильно хочется его обвинять в том, что он испортил тебе всю жизнь, погубил талант, взрастил комплексы, триггеры и прочее. Но сейчас давай посмотрим на ситуацию иначе. Скажем так, глазами учителя. Ты же не один живешь, правда? Вокруг тебя тоже живые люди, в том числе и твой нелюбимый учитель английского тоже человек, у которого, например, было свое детство, который почему-то решил пойти в педагогические и стать учителем. И в итоге он учитель. То есть живой человек, дающий знания, но у которого могут быть подъемы и спады, обычные, человеческие, хорошее настроение или плохое настроение. И каждый раз, улыбаясь на уроке, ученики не знают, что на самом деле у учителя может таиться за этой улыбкой. Так же, как могут быть разные причины для проявления негативных или странных поступков. Сейчас буду предполагать варианты, почему учитель может вести себя сложно, чтобы тебе было понятней. Если ты слушаешь эту запись первый раз, настоятельно прошу прямо с этого момента, ну уж точно, убрать все ожидания по поводу того, что я скажу, и как буду объяснять, и просто послушать то, что есть. Ну, в общем, надеюсь, месседж понятен. Слушаем и не оцениваем. Итак, учитель уставший или скучный, и на его уроки не хочет заходить или вникать в то, что он говорит. Ну и в итоге у тебя могут ухудшиться оценки. Например, иногда может случаться так, что ему приходится работать больше, брать новые классы по тем или иным причинам, и у человека, который работает вот этим, самым учителем в очень интенсивном темпе происходит так называемое эмоциональное выгорание, ввиду которого учитель становится не таким продуктивным или наполненным жизнью и энергией, которая могла быть тебе заметна поначалу. Да-да, учитель не всегда успевает заряжать свою внутреннюю батарейку, а иногда это сильно затягивается. А порой учитель даже не может найти на это время из-за плотного графика, хотя это, конечно, все-таки важный элемент. Порой учитель настолько погружается в процесс постоянной работы, самоотдачи, вовлечения в те или иные школьные проекты, и не только школьные. И в итоге уже даже забывают, как это было по-другому, когда было вроде то же самое в плане темпа работы, но в то же время более радостно, более энергично, легко и оптимистично. В общем, с учителями всякое бывает. Кто-то быстро выходит из этого выгорания, а кому-то нужно очень много времени. И, конечно, в рамках этого процесса ему еще нужно работать в том же темпе в школе. Поэтому он старается и себя сберечь, и хоть как-то быть полезным, и придумать, как выбраться параллельно в плюс из длительного минуса. А если вспомнить, что в каждом классе по 30 детей, и учителя 5 уроков каждый день, то при помощи той же самой простой математики выходит, что ему надо быть заряженным 5 часов подряд на 150 детей. Ну, в среднем, да? Как тебе такая арифметика? Реально ли быть заряженным постоянно в таком темпе? Реально ли успеть заряжаться каждому уроку? И благо, если учителю удается брать выходной или два в течение недели, ну и то, как он их может провести? Далеко не всегда он может просто выспаться в свои выходные и полностью перезагрузиться, чтобы быть себе и другим полезным. Да, так бывает. И, кстати, нет, не всегда учитель может в подобном случае уйти в отпуск. Ну, причина этого уже не мне судить и объяснять, но просто пойми, так происходит, так сказать, просто поверь. На самом деле, с чем-то я и сама сталкиваюсь, то есть, например, когда у меня бывает 8 уроков в день. Да-да. Хоть это и индивидуальный формат в онлайне, из дома. Да, конечно, да, это все замечательно, но поверь, это далеко не всегда легче. Кстати, а ты заметил, что я сейчас про английский-то вообще не говорю? Я имею в виду про его особенности грамматики, времен, произношения и тому подобное. А все потому, что очень часто именно эмоциональное выгорание может казаться вам скучностью учителя, хотя скучность бывает тоже случается. Вот это, конечно, действительно грустно, ведь в таком случае учитель и свое время тратит на нелюбимой работе, ну и твое тоже. Но иногда это бывает особенность характера человека, которому с ней просто комфортно. Такое бывает. А еще случается так, что учитель действительно сильно усложняет задания на уроке, дает многое и достаточно сложное, критикует сильно, не жалеет самых разных оценок и журнала. Но ты знаешь вообще-то, что это далеко не всегда бывает со зла. Зачастую учитель просто хочет, чтобы ты скорее пришел к свободе в области языка, пытается сэкономить на самом деле твое время в будущем. Но не всегда ребенку это очевидно, и не всегда ребенок может с этим справиться, не собирая горы проблем и не пропуская кучу тем мимо себя. Ну а бывает, конечно, что учитель реально чудит. Например, говорит, зачем сдаешь это сочинение, я уже его видел. Хотя мы могли его только написать на дополнительном уроке с ребенком. Или когда почему-то ставят оценку ниже, чем у другого ученика, хотя результаты у вас могут быть абсолютно одинаковыми. Или невнятно объяснять задачу для какой-то самостоятельной или контрольной, и в итоге вы в стрессе пытаетесь как-то написать, ничего не понимая, вам не отвечают ни на какие вопросы, и в итоге вы еще с плохой оценкой. Ну, конечно, не то что слушать, даже рассказывать про такие истории просто больно. Меня лично такие вещи крайне сильно бомбят. Решением, конечно, может быть обращение родителей к педагогу или к классному руководителю, чтобы уточнить причины таких поступков. А давай обсудим еще одну ситуацию. А что, если учитель узнал, что ты занимаешься дополнительно, и начинает язвить, цеплять за каждый промах и припоминать себе того самого репетитора? Ну, тут, конечно, он чувствует удар по своему самолюбию. Ведь его подача материала с чего-то вдруг оказывается непонятна тебе, и он считает себя неидеальным и начинает злиться на себя же, но ругая тебя. Опять-таки, все эти моменты – это уже реакция, которая возникла на основе чего-то. А сейчас я скажу тебе самое очевидное, наверное, но на самом деле очень важное. Знания ты можешь получить не только от этого учителя. Ну, или чуть-чуть перефразирую. Знания английского можно не сопоставлять с твоим учителем, особенно если тебе плохо от этого, если это вызывает негативные эмоции, а в языке хочется разобраться, ну или хотя бы попробовать. Знания можно получить не через конкретно одного человека, тем более в английском. Но в практике не забывай следующее. Если нет возможности перейти к другому учителю или в другую школу, или учитель по каким-то причинам не может изменить свой подход к преподаванию, старайся самостоятельно не создавать конфликтную ситуацию в процессе обучения. Чуть подуспокойся к самооценке или их отработке. Напоминаю, это случай, если ничего нельзя изменить и приходится сталкиваться просто с тем, что есть. Прими это за базовую настройку и делай что-то с ней, без мысли по типу «А вот на самом деле надо было преподавать вот так или вот так» и так далее. Еще раз думай о том, что есть уже здесь и сейчас. Ну и, конечно, не забывай, что у тебя может быть всегда дополнительный формат изучения языка. Какой? Ну, думаю, тебе об этом больше, чем неизвестно. Ну, а если нет, то тогда я расскажу буквально немножко и вкратце, так как это не главная тема моего рассказа сегодня. Ну, конечно, самое основное, что возникает здесь, это поиск языкового центра в твоем городе или в онлайне, запись в какую-то группу или в индивидуальную работу с репетитором. Ну, если нет возможности на это, можешь смотреть образовательные ролики на Ютубе или в ТикТоке или в других социальных сетях, где ты сидишь. Полезности могут размещаться где угодно, как ты понимаешь. Иногда их даже специально дублируют, чтобы у многих была возможность их найти разными способами. Ну, так, например, я свои видео и некоторые материалы дублирую на Ютуб и Яндекс.Ден, помимо группы ВКонтакте. Также не забывай, что есть огромное количество приложений на телефон. Ну, а как же игры, в которых можно играть на английской раскладке? Ну, просто в настройках поменялся русского на английский и все. Так и лексику можно натренировать некоторую. Можно общаться на английском, практикуя свои навыки переписки в игровом чате. А еще есть языковые учебники и самоучители. Про них тоже не стоит забывать, хотя без проводника, то есть репетитора, по этим материалам это будет менее продуктивно. Но если решишься и не будешь знать, что выбрать, опять-таки можешь посмотреть также Ютуб на эту тему, ну, или статьи подобного формата про плюсы и минусы тех или иных учебников и самоучителей. Видишь, как много вариантов, причем вполне реальных и доступных. Да, это, конечно, усложняет и удлиняет твой процесс познания языка, но вообще-то, если тебе это интересно, ну, или хотя бы хочется попробовать разобраться в этом, то время, потраченное на эту тему, не будет казаться страданием и тяжкой ношей, как мне кажется. Возможно, ты даже наоборот, почувствуешь свободу в том, что у тебя есть какой-то выход, в случае, если со школьным учителем что-то не складывается, как хотелось бы. Ну, и магия умения правильно распоряжаться своим временем тут, конечно, тебе тоже будет только в помощь. Выстрой какой-то график, уделяй тому время, как обычно, секции или кружку. Но, конечно, если у тебя много вопросов, касаемо языка, то лучше поначалу все-таки побороться за обучение у репетитора или в языковом центре. Поверь, такое отношение к сложившейся ситуации сможет сохранить твою энергию, силы и настроенную учебу не только в английском, но и, соответственно, в целом по школе и сэкономить тебе время, насколько это возможно. И заключение скажу. У тебя реально может получиться. Просто нужно время и внимание. Главное, не сдавайся, не обижайся, если тебя учат не так, как хотелось бы. Не обижайся на то, что ситуацию действительно может быть и сейчас не изменить. Просто подумай над теми вариантами, про которые я сказала выше, и опять-таки не сдавайся. Пробуй, пробуй, пробуй. Пробуй, даже если ты сейчас вообще не видишь хоть каким-то себя маломальским знатоком английского. Пробуй, даже если ты не представляешь, что можешь общаться с кем-то на английском и узнавать какую-то информацию на этом языке. Пробуй, даже если тебе сейчас не верится, что ты можешь однажды легко и спокойно путешествовать по англоязычным странам или хотя бы просто посмотреть фильмы и сериалы на английском без каких-либо сложностей и трудностей. У тебя все может получиться. Просто бери, пробуй и вникай. И все получится. Точно-точно. Надеюсь, эта информация была для тебя интересной и полезной. С тобой была учитель английского языка Косарева Алла, и здесь мы говорили про грани Basic English. Жду в своем цифровом кабинете ВКонтакте и до встречи в новых подкастах. Bye-bye. Hope to see you again.